Количество заболевших коронавирусом в регионе за последнюю неделю снизилось на 33%, особенно в возрастной группе старше 50 лет. Но показатель все еще остается значительным. Что касается социальных групп, чаще всего болеют сотрудники сферы услуг. Здесь без участия муниципальных органов в взаимодействии, где надо, с правоохранителями не достигнут результата. Еще раз на сферу услуг. Она в основном понятна. Как контролировать, что делать. Там, где будет выявляться еще и незаконная предпринимательская деятельность, не оформленная, ну что ж, у вас дополнительно есть рычаг навести порядок. Глава Роспотребнадзора Светлана Архипова обратила внимание на небольшой рост зафиксированных случаев ОРВИ во всех возрастных группах. Проверить действующие режимы отопления, действующие режимы входного контроля, термометрии. Еще раз, Виктор Анатольевич, посмотреть, как реагирует директорский корпус образовательных учреждений всех уровней по объявлению карантина отдельных классов. Коллеги, еще раз необходимо весь комплекс мероприятий в сфере образования проверить. Система здравоохранения отмечает уменьшение на 18% числа пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Сейчас это 15 551 человек с подтвержденным коронавирусом. В области большой запас лекарств для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19 и подозрением на него. Свободный коечный фонд в регионе составляет 42%. Это один из самых высоких показателей в стране. Губернатор поручил службам усилить контроль за теми, кто лечится дома. Они не должны выходить на улицу до тех пор, пока тест не покажет отрицательный результат. Коллеги, когда у нас имеется возможность идентификации и, соответственно, дистанционного контроля за теми людьми, которые обязаны быть на самоизоляции, они представляют угрозу. Коллеги, я напомню, что вплоть до уголовной ответственности предусмотрено наказание. В прошлом году было введено изменение и в уголовный, и не только в административный кодекс. Отдельно на штабе обсудили ход вакцинации против коронавируса. Первым компонентом сейчас привиты 1 млн 529 тысяч 265 жителей региона, что составляет 75% от плана и 48,5% всего населения. Повторно привито 58% от плана. Было внесено несколько предложений о смягчении ограничительных мер. Вопросы об увеличении заполняемости зрительных залов, о возможности разрешить работу с 11 часов вечера до 6 утра заведением общепита, об открытии детских игровых зон в торговых центрах были отложены на неделю. Положительные решения штаб принял только в отношении проведения конгрессно-выставочных мероприятий в специализированных помещениях при условии доступа участников при предъявлении QR-кодов или отрицательного ПЦР-теста. Виктория Шарая, События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok